Пять лет в однушке с двумя детьми пора расширяться решили в семье Екатерины. Новенькую двухкомнатную квартиру на Антона Петрова уже присмотрели, старую собрались продавать. Но для этого по закону несовершеннолетние дети должны быть где-то прописаны. На этом процесс и встал. Вот в этом доме у меня выделены детям доли и мне нужно было в другом месте, мне нужно было продать эту квартиру и выделить в другом месте доли. Мы обратились в Октябрьские районные органы опеки за постановлением, чтобы они нам разрешили выделить доли в другом месте. Начнем с того, что мы ждали месяц. Ожидание не самое приятное, тем более законные квадратные метры сыновьям Екатерина выделила. Каждый визит в органы опеки, по словам молодой мамы, оборачивался неудачей. А перечень документов, которые нужны для продажи квартиры, постоянно менялся. Предоставили полный пакет документов. Пересмотрев эти документы, специалист сказала, что не хватает полного отчета. Полный отчет, он занимает, естественно, время, лишние деньги. На этом сбор документов не закончился. Каждый раз в отделе опеки просили новые справки. На все про все у Екатерины ушло два месяца и четыре тысячи рублей. Потом она сказала достать справки о задолженности в том доме, где мы будем выделять детям доли. То есть это свет, газ и вода. А тот дом, он находится в Тальменском районе. Эти деньги, конечно, я могла бы потратить на ребятишек. Но время достаточно много. Молодая мама признается, если бы знала, какие конкретно документы потребуют органы опеки, подготовила бы все разом и не обивала пороги ведомства. Собирать справки, отчеты ей помогает юрист. По ее словам, Екатерина не первый клиент, которая вынуждена ходить по кабинетам бесконечно. Каждый район требует различные пакеты документов. Например, Октябрьский район требует дополнительные документы, такие как отчет об оценке. Не просто заключение к отчету, которое иногда бывает оценщики сделают на одном листочке. И просто вкратце характеристики объекта и стоимость. Всем районам достаточно. Каждый район недостаточно. Единый список документов все же есть. Перечень дополняют в зависимости от ситуации рядом других справок. Чтобы сократить походы в органы опеки, специалисты советуют. Можно просто потребовать предоставить в письменном объединении. Как правило, есть эти нарезки со списком документов, которые необходимы в данной ситуации. То есть, если продолжается каждый раз дополнение новых и новых документов, то это уже по факту нарушение интересов самих граждан. Контролирующим органом является прокуратура. Эксперты советуют перед походом в госорган заранее знакомиться с перечнем нужных документов и собрать их еще до обращения. Любопытно, что в администрации Барнаула также не прокомментировали единый список, а спустили ответ в районной администрации, где так определяет свой перечень. Кстати, в некоторых регионах России подобную услугу перевели в МФЦ. Обо всем можно узнать на сайте и подать документы онлайн. Нам известно, что краевые депутаты эту инициативу пока не поддерживают. Мария Микшута, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.